привет друзья это двое на кухне читая кота в гостях у нас сегодня олег митяев олег григорьевич здравствуйте очень рад вас видеть ли григорьевич вы артист не просто с всероссийской популярностью а я бы даже скажу планетный межпланетный именно это то что я хотел сказать потому что наши космонавты слушали в космосе ваш диск до крепитесь люди скоро лето и насколько я знаю даже американские астронавты выучили наизусть песни русского какие ощущения вы испытывали когда узнали в какой-то суете это все происходило написал космонавта крикалев мне письмо я к стыду своему не знал никакого крикалева ну как-то к этому я отнесся в беговне как-то все этот была такая история что через некоторое время мне позвонил крикалев я был на выставке я шел так и вдруг телефонный звонок я тихонечко гуляли кто это и он говорит это крикалев с орбиты из космоса он мне звонит я ему хотел сказать знаете сергей сейчас неудобно разговаривать вот и просто подумал как ему неудобно он предложил чтобы мы пришли в центр управления полетами и попели для космонавтов вот я конечно согласился и мы пришли мы пели для них но у меня все время во мне живут эти воспоминания когда висбор рассказывал о том что вот его песня впервые прозвучала в космосе когда космонавт иванченков на сыграл нештатном инструменте вот и конечно вот мы сейчас до сих пор с ребятами мусам анаров и крикалев мы с ними встречаемся вне рабочей обстановки и это очень приятно но вот сейчас опять крикалев а сейчас уже один из космонавтов из челябинска полетел второй раз в космос так что что-то я как бы меня не забрали туда то есть связь уже пугающая да олег митяев родился в 1956 году в челябинске в простой семье служил на флоте окончил институт физкультуры и вроде ничего не предвещало музыкально-поэтического пути но в 1978 году олег митяев пишет песню как здорово что все мы здесь сегодня собрались она становится известной на всю страну и превращается в гимн бардовского движения и даже после этого олег митяев еще не уверен что свяжет свою жизнь с песнями но знакомство с булатом шалыча макаджавой но новые хиты и вот олега митяева уже называют самым ярким известным бардом нового поколения его песни как например крепитесь люди скоро лето с добрым утром любимое лето это маленькая жизнь под гитару на праздниках и у костра поет вся страна олег митяев выпустил диски на стихи броскова и пушкина не перестает писать свои песни где бы ни выступал олег митяев периферийным клубе или кремлевском дворце на его концертах всегда аншлаг а слушатели губами повторяют слова песен народный артист россии олег митяев женат на заслуженной артистке марине лисипенко у него четверо детей на вершине нельзя не упомянуть что олег митяев активно занимается благотворительностью у вас есть прекрасный диск да здравствует музы на стихи пушкина и музыка давида тахманова как родилась идея вообще сделать такой диск ну идея родилась в корыстных целях в общем то как и предыдущие по ночи не бывает воду бродского я подумал это же прекрасная возможность перечитать но скажу даже больше впервые очень много прочитать и сначала вот я с удовольствием перечит прочитал всего бродского и книгу интервью и стихи конечно вот а потом такой диск выше да ни страны не погода ни страны не погода на стихи бродского и музыку написал леонид марголь вот а с пушкиным значит во первых я попросил вениамина смехова поучаствовать в этом деле который профессионально читает стихи и марина есипенко вот они вдвоем в этом альбоме читают стихи а музыку написать конечно это очень ответственно и вениамин смехов сказал ну наверно ну кто сможет ну сможет наверно тухманов тухманов наверно сможет написать музыку на стихи пушки но тухманов сказал не решаюсь так он сказал вот и потребовалось шесть часов в ресторане цедл чтобы убедить его ну а кто тогда давид федорович и давид федорович называет его мой кум леонид лейкин и в конце концов он подумал а чё собственно и написал и мы это была такая госприемка мы пришли к нему домой слушали принимали работу вот и в конце концов мы записали григорьевич на самом деле вот я не ожидал что уж простите но я не знал что у вас такое прекрасное чувство юмора то есть в актическую песню если возьмем да вот конкретно ее с альбома да здравствует муза на стихи александра сергеевича она конечно такая очень веселая и жизнерадостная и в вашем исполнении когда ее слушаешь конечно же такой появляется мне некий контраст с не с многими из ваших песен потому что очень многие все-таки лирично меланхоличные да то есть там соседка светлое прошлое такая грусть в принципе присутствует нам вот вы себя ощущаете как человек все-таки жизнерадостного или как человека в большей степени грустно комик в жизни злодей на сцене есть такая поговорка но дело в том что мне даже неудобно честно говоря честно мне даже неудобно он сказать что нашей семье два оптимиста я и дочка и хорошо конечно да вот меня очень расстраивает что не все такие ну что люди расстраиваются как тут такие проблемы вот а я как-то радуюсь как-то радуюсь все время как дурак вот и единственное что мне расстраивает что вот не все радуются например вот мы восстанавливаем храм в селе сунгурова на волге напротив плюс а прям с другой стороны и вот дядя коля который там на месте каждый день этим занимается и цемент и бетон и доски и гвозди он всегда угрюмый я говорю коля ну че ты такой ходишь как будто ты кирпичи таскаешь ты же такое дело делаешь светлое ты радуйся тем более за три года ты смотри мы сколько тут отмахали уже стоит уже колокола отлили уже кресты поставили все а ты живу и бегу радуйся вот но видимо есть такая поговорка что характер это судьба и против этого не попрешь вот что тебе досталось от родителей огромное спасибо в поэзии пушкина как раз очень много радости да и много постоянно мотив дружбы присутствует и у вас много известных друзей ильдар рязанов виктория токарева и много других вы вот вообще любите принимать друзей и вот как-то вот вместе радуются кто же не дала сказал да это мой друг про меня так сказал я что-то как-то даже подумал так вот дужу да нет есть такие ну будете друг товарищ приятный человек с которым тебе всегда радостно встретиться вот владимир валентинович меньшов например как-то вот мы с ним долго друг без друга не можем вот ну и конечно я не ожидал собственно говоря что эльдар шансы рязанов там и войнович и токарева этого все такие у меня соседи а все же хотят проиграть рязановую бильярд поэтому и макаревич и ербольник они все приезжают вот ты как-то найти ербольник написал на своем доме в этом доме бывал андрей макаревич вот я тоже могу написать и там у меня есть несколько киев в бильярде подписанных один прямо написано эльдар рязанов сергей макаров тоже мой сосед и молотова засед мы с ним родились в одном родильном доме челябинске сергей макаров двукратный олимпийский чемпион восьмикратный чемпион мира но как раз вот насчет таких великих людей моих земляков у нас существует целая премия она называется светлое прошлое челябинске 10 лет мы проводим и уже 92 человека мы наградили скульптурой эрнста неизвестного один из его кентавров я ему говорю ну почему опять кентавр что же мы кентавр сири он говорит олег ты пойми что настоящее произведение искусства должно оставлять простор для домысливания какого-то для того чтобы человек задумался они так что сразу все ясно а вот а кентавр он существо универсальное кентара с цветком в груди а его папа и мама разделись челябинской области поэтому нам бесплатно его предоставил и вот мы этим кентавром награждаем юрий гальцев пороховщиков масляков там вот александр градский анатолий карпов лидия скобликова ну то есть но потрясающие такие люди я тут был в чите и говорю вот все им рассказал похвастался но у вас-то кто родился в чите они говорят у нас чингисхан срезали вы уже сказали про церковь которую восстанавливаете про эту премию который учредили вы еще занимаетесь благотворительностью тогда давайте давайте уже хвастайтесь до конца да уж давайте тогда и пропонт митяева чего я долгое время об этом не говорил ничего потом как-то чулпан хаматова я думал что ну подумаю что я хочу найти до пропиариться да и чулпан хаматова сказала олег один герой мультика мультипликационного фильма сказал хорошими делами прославиться нельзя не переживай вот поэтому как-то чтобы может быть это будет заразительно но когда ко мне пришли мои друзья и сказали давай мы откроем фонд олега митяева благотворительный я сказал бык открывайте они вид кивни вот и она все пошло поехало и поэтому это фонд по поддержке культурных инициатив и конечно вот это премия светлое прошлое конечно громадный 40 тысяч фестиваль эльменский под челябинском недалеко где упал метеорит прям как специально вот и но самое конечно большое достижение это то что мы нашли появилась такая возможность детей и в трудной жизненной ситуации у которых не все в порядке в семье и мы стали с ними заниматься причем лучшие педагоги города челябинск это было сначала 50 потом еще 50 и вообще сейчас уже четвертый год 170 детишек мы с ними занимаемся театр кино хор английский дай бог чтобы это продолжалось и конечно без посторонней помощи этого бы не получилось спасибо огромное тем кто в участвует может быть еще кто-нибудь заразиться и заходите прям ко мне заходите на сайт и там написано вот все настоящее детям фонд олега митяева почти у каждого из нас бывает драма она казалось бы решается легко одна в осеннем городе скучает мама и этот город расположен далеко и мы сначала ничего не замечаем и дни разлуки складываются когда мы обещаем написать и забываем и наши мамы нас прощают как всегда вы были знакомы очень хорошо знакома с было отношу чем а коджавой вы можете вот его назвать одним из своих педагогов конечно я думаю что сам бы он не назвался но он просто какие-то конкретные вещи мы с ним обсуждали и обсуждали далеко не все мы с ним обсудили не успели мы все обсудить хотя я не знаю лет шесть-семь мы встречались и мне не понятен конечно его интерес ко мне потому что у меня было тогда четыре песни и в общем то прости простенькие такие песенки в создании которых он тоже поучаствовал но потом я понял что как-то мы-то с костей тарасовым все слушали как-то много им успеть не могли и поэтому я ему как-то сказал улашалась а хотите я вас познакомлю с макаревичем вот он говорит ну хочу я позвоню макаревича для андрюша ты это хочешь эти сакуджавой поздно и мы собрались вечер и потом еще один вот потом я сказал а вот есть такие барды и ващенко васильев булашал такие классные давайте познакомлю вас вот и они встретились об этом написали в газете что вот представителем молодого поколения и патриархов наконец-то встретились и ващенко васильев и было так уже видимо я средний поколение нет но это были незабываемые вечера вне формальной обстановке и конечно большая удача большой подарок судьбы и это начинаешь понимает только позже я ушел в апреле я нашел повод я замерз укутываясь в твой холод и пошел на улицу встречать лето а лето это маленькая жизнь лето это маленькая жизнь поросль тихо подрастает на щеках поросль дом плывет по лету а меня нет лето это маленькая жизнь это правда что он вам однажды сказал что олег какой вы счастливый вы знаете 5 аккордов а я всего три или как-то так это не так сказал ну не внутри тоже совсем он сказал вы знаете семь аккордов а я только пять земля меньше заслужив я думаю что я не единственный кому он это сказал потому что все таки есть люди которые знают больше 5 но тем не менее но тем не менее вот на этих пяти аккордов также как и битлз он умел иногда придумать очень красивую мелодию и даже шнитке ему завидовал сквозь вечер выкрашенный в темно-синюю пастель несет плацкартную пастель вагон как колыбель сиреневый струится дым сплывущих мимо крыш давай с тобой поговорим да ты приятель смеешь или григорьевич ваши песни поют во всей стране у вас были какие-то может истории какие-то может быть курьезы связаны с исполнением ваших песен другими людьми ну вот первое что мне пришло в голову когда я как-то шел почему-то по арбату в четыре часа утра по моему было то ли весна то ли осень такое время да и практически пустой арбат и навстречу мне шли два пьяных абсолютно молодых человека и во всю глотку пели как здорово что все мы здесь сегодня собрались и они прям шли вот на меня и я вот вы представите они пьяные в дупелину они подводят что выбираешь вы да я просто запустил пониже голову и прошмугнул а так вот было интересно посмотреть на реакцию один раз я пошел тоже но это не так песен касается пошел ночью позвонить когда еще не было сотовых телефонов челябинске и значит позвонил очень поворачивает поворачиваюсь и стоят два таких парень к так папа и нет о извините пожалуйста это конечно это было приятно очень потому что если бы они не узнали как здорово что все мы здесь сегодня собрались это самые главные самые застольные песни и это же первая песня которую вы написали на сколько я знаю наверно мне так сверху сказали так вот сейчас сейчас вот написал да и можешь больше ничего не писать я как дурак пытаясь это сейчас написал уже около 300 песен а вот вот миша евдокимов совсем небесная мы с ним учились вместе в гитисе и он как-то сказал вот олег смотри вот сколько ты пишешь пишешь я чё-то тут новое придумываю придумываю а все равно у меня морда красная а у тебя как здорово что всем здесь и не собрать и все ну может быть я не оставляю надежды нас всех концертах я знаю просто что все равно люди уходят не услышав как минимум там 35 любимых песен с ваших концертах хотя бы много исполняете и на самом деле будет огромной радостью для нас если вы у нас на кухне тоже что-нибудь вспомнить мой кухне грех не спеть давно мы не были там боль провисли линии лица но наши вздохи и любовь им нет конца как хочется чтоб нас там ждали и встретили без лишних слов он также тосковал держа хотел в тамбов давно мы не все были в тамбове и вы правы что так нельзя но мы не стали экономней в любви друзьям мы верим снова заберется рассеянный по жизни полк и нас товарищ не дождется тамбовский волк давно мы не были в тамбове но вы не верьте зеркалам не надо нас ловить на слове мы будем к вам на клубе облупилась краска но все придут в том тот же свет вы только не смотрите в паспорт прошло сто лет давно мы не были в тамбове провисли линии лица но наши вздохи и любовь им нет конца как хочется чтоб нас там ждали и встретили без лишних слов вот так же тосковал держа ему хотел в тамбов это было другой стране по которой прошла война мы работали как во сне и задача была одна чтобы грубость и красота совместились твоей судьбе чтоб ни деньги ни пустота не мешали смотреть тебе на бескрайнюю территорию на которой мы все живем это родина и не более но единственная при том поменять невозможно нам прожитое под песни нарт в заполярье остались там и зимовок тоска и фарт и остался еще запас золотой мир злотей земли это родина и не более но единственная при том это родина и не более но единственная при том я не знаю кто правит ей но похоже она сама сберегает своих детей если с юга идет война если с запада все гнилье все гнилье все гнилье все гнилье это родина и не более но единственная при том в гостях у нас сегодня был олег митяев спасибо счастливо двое на кухне не считая кота всегда интересные гости м п м Продолжение следует...